В эфире новости 24 в студии Захара Алиева. Здравствуйте! Я приветствую всех, кто собрался у экранов телевизоров для того, чтобы узнать основные события этого дня. Митинг против строительства детского сада. Чем не угодило жителям Хасавирта дошкольного учреждения, смотрите в выпуске. Миллиардные долги. Предприятия ЖКХ Дагестана задолжали за электроэнергию. Влюбленный в родной город. Житель Каспийска своими силами и средствами посадил и вырастил целую аллею. Жители Хасавирта вышли на митинг. Десятки людей с плакатами собрались, чтобы выразить протест против строительства детского сада. Дело в том, что учреждения на 120 мест собираются возвести на месте футбольного поля рядом со школой. В результате, по мнению жителей, ребята могут лишиться единственного в микрорайоне места для занятий этим видом спорта. По словам протестующих, для строительства детсада есть место. К территории школы примыкает участок с заброшенными корпусами бывшего дошкольного учреждения. В 90-е годы его приватизировали и с тех самых пор здание пустует. Мы хотим, чтобы спортивное поле осталось за этой школой, чтобы она как бы концеплировала по своей системе. А садик нам нужен, но нужен он на другой территории. Мы хотим, чтобы администрация услышала нас. «Газпром» призывает население проверить безопасность газовых приборов перед наступлением осенне-зимнего периода. Особого внимания требуют вентиляционные шахты, газовые краны, исправность вытяженных устройств, а также использование приборов сомнительного производства. Так, при обнаружении неисправности газового оборудования запрещается самостоятельное устранение возникшей неполадки. Напомним, накануне хлопок газа произошел в частном доме в Избербаше. В результате происшествия пострадали три человека. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности газовой колонки, расположенной на втором этаже дома. Дагестанцы больше предпочитают отечественное авто. Республика вошла в десятку регионов России по числу автомобилей отечественных марок. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Так, на 1 июля этого года у нас 430 тысяч автомобилей отечественного производства. Таким образом, Дагестан занимает десятую строчку. Лидирует среди регионов по этому показателю Краснодарский край. Также в тройку входят Подмосковье и Башкортостан. Долги предприятий ЖКХ Дагестана за электроэнергию составляют 1 млрд 920 млн рублей. Об этом сообщают сразу несколько республиканских СМИ. Немногим ниже задолженность исполнителей коммунальных услуг – 1 млрд 270 млн рублей. Ситуацию с неплатежами обсудили министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгит Пашаумаханов и замуправляющего директора по реализации и развитию услуг дагестанской сетевой компании Берс Бузуртанов. Как отмечалось на встрече, несмотря на комплекс мер, предпринимаемых дагестанскими энергетиками, ситуация имеет тенденцию к увеличению. Что касается уровня потерь в сетях, то он составляет около 39%. 174 врача в Дагестане нашли работу в рамках программы «Земский доктор». Об этом сообщили на коллегии Минздрава республики. По мнению главы ведомства, это хороший результат, однако говорить о том, что программа освоена еще рано. До конца года необходимо привлечь еще 50 специалистов. Сегодня республика занимает одно из лидирующих мест по стране по числу трудоустроенных врачей по программе «Земский доктор». Уступает только Краснодарскому краю. Проект позволяет не только найти работу, но и получить подъемные в размере 1 миллиона рублей. В этом году наибольшее число земских докторов отправились работать в Карабудахкенске, Кизилюртовске и Левашинске районы. Человек влюбленный в Каспийск. Именно так можно назвать героя нашего следующего сюжета. Магомед Кадзи Курбан Магомедов не пожалел ни сил, ни времени, ни средств для того, чтобы благоустроить целую улицу. Благодаря ему в городе теперь есть целая березовая аллея. Продолжение темы. Патемат Ханапова. Около 7 лет назад здесь были одни кустарники, и место было заброшено. И вот, благодаря трудолюбию и настойчивости местного жителя, здесь растут около 100 этих стройных берез и прекрасные розы. Эта аллея заняла достойное место на одной из центральных улиц Каспийска. Теперь здесь, на Халилово, прекрасная прогулочная зона. Все благодаря местному жителю. Магомед Кадзи Курбан Магомедов сам на свои же средства высадил и выходил эти зеленые насаждения. Видишь, как сейчас осень идет, тоже как красиво смотрится. И весной, когда уже все цветет, тоже она очень красиво смотрится. Один из уголков в городе, где можно дыша свободно ходить. Я, честно говоря, завидую этому человеку, что он это смог сделать. Одно посаженное дерево на земле – это одно посаженное дерево, скажем, в раю. В этом жилом районе Магомед Кадзи знает практически каждый. Местные жители восхищаются его трудолюбием, бережным отношением к природе и любви к родному городу. Сам мужчина, немногословенный, на вопрос, как ему в голову пришла такая идея, скромно отвечает. Средство и время дано нам сегодняшним для испытания. Как мы ими распорядимся. Поэтому, как мы знаем, средства мы с собой не забираем в конце нашей жизни, а то, что превращено в добрые, богоугодные дела, те средства, только так можем мы с собой забрать. Длина аллеи около 300 метров. Саженцы для всей этой территории Магомед Кадзи привозил из Нальчика, где находится крупный питомник растений. Горожане все еще помнят, как он чистил территорию от сорняков и высаживал туда только привезенные маленькие березовые деревца. Высаживал деревья, вот такие маленькие еще были, вот как эти кустарники розы. Сейчас выросли лет 8 уже, наверное, им. Эти подросли, он вторично посадил второй ряд. Эти уже подрастают. Ну, конечно, приятно, кто проходит здесь, всем радостно. Все смотрят красиво, снимают все. Мы тоже радуемся таким соседям хорошим. Дай бог ему здоровья. Помните, как она выглядела до того, как высадили деревья? Конечно, я когда в другом месте жил, я чисто так подъехал в это место. Смотрю, здесь такие маленькие деревья были вообще. Это было в 15-м году. В 15-м году это было. В момент время тоже прошло, и уже видите, какие большие деревья стали. Не поленился человек. Смотрю с окошки все время. Магомед Кадзи ходит здесь, вот этот, ухаживает, поливает. Вот эти розы, когда я видел, что розы еще тут посажены, я, конечно, был удивлен. Стоит отметить, что это не первая работа Магомед Кадзи. Начинал он еще с благоустройства своего двора. А сейчас здесь уже шелестят большие сильные деревья. Может, вам есть что сказать? К людям обратитесь. В первую очередь, для города это чистота, порядок, чтобы люди соблюдали. И хотя бы каждый человек, если бы по одному дереву посадил бы в местах своего проживания, это было бы, конечно, очень красиво. Эта история – хороший пример того, как важно и можно начать себя, как делом без единого слова преподать хороший пример для окружающих. Теперь дело осталось за каспичанами – ценить и беречь этот прекрасный уголок, а по возможности и расширять его. Патимат Ханапова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Каспийск. И о спорте. Дагестанские единоборцы продолжают пополнять копилку наград сборной России на всемирных военных играх. Седьмая армейская олимпиада проходит в эти дни в Китае. Золотой медаль в командных соревнованиях по дзюдо выиграл прапорщик Ислам Хаметов. В финале российские дзюдоисты разгромили сборную Бразилии. Для призера чемпионатов страны эти застязания стали первыми после годичного простоя, связанного с травмой. А в борцовском турнире среди женщин бронзовую медаль в категории до 53 килограмм завоевала прапорщик Милана Дадашева. Пятеро дагестанцев выступят на молодежном первенстве мира по спортивной борьбе в Будапеште. В турнире вольников национальную команду представят три атлета. Это действующий чемпион России Рамис Гамзатов, победитель первенства Европы Розамбек Жамалов и триумфатор мемориала Ивана Ерыгина Шамиль Мусаев. В соревнованиях среди классиков в заявку вошли призеры чемпионата страны среди взрослых Магомед Ербилов и Милат Алирзаев. По программе первыми 28 октября в столице Венгрии на ковер выйдут вольники. Классики же вступят в борьбу только после девушек 1 ноября. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok